Один из проблемных строительных объектов скоро перестанет им быть. Две недели назад возобновились работы на Волжском Платинуме. Сегодня здесь побывал премьер-министр Иван Моторин. Он проинспектировал работы, узнал, на каком этапе сейчас строительство и по какой цене планируют продавать квартиры. 117 обманутых соинвесторов ждут начала строительства более трех лет. Еще в июле этого года получено разрешение на возобновление работ. А 13 декабря городское управление капитального строительства получило кредит от ВТБ почти 143 миллиона рублей. Мы хотим привлечь людей. Вы видели, какой счет мы поставили? Обратили внимание? Ну вот, люди к нам уже начали звонить, начали приходить. Считали уже по приличной стоимости продаж здесь квартиры. 45-47, правильно? Ну, мы сейчас выставили цену немножко выше. Две недели здесь работают два башенных крана. Более 40 человек возводят стены. К концу зимы планируют завершить строительство первой секции и начать проводить кабели и разводку. Бог троится любит, но третий раз начали, и тут уже обратного пути нет. То есть третий раз мы его завершим. На завершение строительства выделены деньги, но строители надеются, что с финансированием не подведут и долевики. Будут носить плату в установленные сроки. Критика в наш адрес справедлива, что объект был запущен осенью. Сейчас зимой 12-го года строится, а не 3-4 года назад. Но сегодня можно уже с уверенностью говорить о том, что есть у объекта хозяева, есть и посчитана экономика строительства. Здесь планируют продать 10 тысяч квадратных метров, при том, что цена будет варьироваться. Дольщикам пересчитают взносы в зависимости от оплаченных уже сумм. Одним из основных моментов было выдача денежных средств для того, чтобы достроить этот объект. Много было проведено совещаний, много было проведено встреч. Никто не мог гарантировать инвестору возможного окончания строительства. И было принято решение городом помочь этому объекту. Сегодня город несет солидарную ответственность по полученному кредитам.